Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Продолжается рассмотрение дела Михаила Ефремова по существу. Сегодня при входе в зал судебного заседания адвокат актера Елизавета Шаргородская попросила обратить внимание прессы на то, что потерпевшие хотят не установить истину и найти виновного, а желают засудить Ефремова. Она назвала процесс показательной поркой. Значит, сейчас, одну секундочку дайте мне, я вам прочитаю очень важное заявление Ефремова. Все дело в том, что Ефремов считает, что суд носит заказной характер против него, и сегодня он об этом заявил. Значит, Шаргородская также, кстати, рассказала о том, что полиция пыталась проверить документы у сенсационного следителя Копца, который показал, что Ефремов был на заднем сидении. Она уверена, что сотрудники правоохранительных органов хотели его задержать для дальнейшей работы с ним. Значит, и цитируя Ефремова, Пашаев заявляет, «Я же вижу, что это заказ чистой воды, пусть меня осудят и все». То есть, это не сам сказал Ефремов, судя по стенограмме, а его процитировал Пашаев. Ну, какая разница, это слова Ефремова. Значит, Ефремов говорит, «Я же вижу, что это заказ чистой воды, пусть меня осудят и все». Это очень важные слова. То есть, Ефремов понимает и считает, что этот процесс, это заказ против него. И, собственно говоря, он понимает, что в любом случае будет обвинительный переговор. И он говорит, «Пусть меня осудят и все». То есть, он понимает, что все, что происходит, все, что делает Пашаев, все это бесполезно. Пашаев ведет, кстати, я до этого в один момент начал сомневаться в нем, я скажу честно. Вчера, сегодня я вижу, что он прет как танк, он использует каждую лазейку, каждую возможность. И надо сказать, что все ходатайства отклоняются. Это действительно очень странно, потому что при установлении истины очень много белых пятен. Просто огромнейшее количество белых пятен. Это мое субъективное оценочное мнение, бытовое мнение мое, да? И, по идее, нужно отправить дело на доследование Ефремова немедленно освободить в зале суда. Тем более, был свидетель и есть, который показал, что видел Ефремова на заднем сидении. Слепо, там как-то его глухим слепым признали или еще что-то, он бы скрыл это все. Он сам прямо сказал, что да, у него нехорошее зрение, но он на расстоянии половины вытянутой руки все это видел. Значит, что это все он видел. И поэтому, конечно, вот это заявление Ефремова меня сегодня поразило, что это заказ чистой воды. И, видимо, Ефремов понимает, что его все равно осудят, что ему все равно дадут срок. Наверное, он понимает за что. Наверное, он понимает за что, если это заказ. Но почему он молчит? Неужели он не помнит совершенно, кто был с ним в машине? Неужели он не помнит? Значит, дальше еще Ефремов просит казнить его без справедливого суда. Казнить его без справедливого суда. То есть, видимо, Ефремов понимает, что это несправедливый суд. Это его точка зрения. Я читаю с того, что заявляют участники процесса. Значит, и он понимает, что это несправедливое судебное заседание. Просят просто казнить его. То есть, он понимает, что, видимо, ну, может быть, я не знаю. По-другому должно все было получиться для него. Но он понимает, что все равно не дадут уйти просто так ему из этого зала судебного заседания. Видимо, это просто мои домыслы, конечно, мои догадки, исходя из заявлений. Значит, вы дестабилизируете ситуацию в стране этим приговором. Наши враги только ищут повод для этого. Как объяснить это людям, говорит Пашаев. То есть, он говорит конкретно о том, что этим приговором дестабилизируется ситуация в стране. Потому что он говорит о том, что очень много белых пятен в деле, да, появилось. Да и было. Но так как никто не хочет их дорасследовать, и, ну, в случае обвинительного приговора, действительно, ну, вот у меня, по крайней мере, будет вопрос. А как это вынесли обвинительный приговор с учетом такого количества белых пятен? Как это возможно было? Ну, тем более свидетели. Сейчас вот говорят, что оценку показаниям свидетеля, копца, дадут в совещательной комнате при вынесении приговора. Так это можно просто приговор выносить и приписку сделать, что не принимать внимание с показаний свидетеля, потому-то, потому-то. Ну, и все. Пашаев сегодня заявляет, почему свидетелям, значит, адвокатам потерпевших и так далее, потерпевшей стороне, окажется всесторонняя помощь со стороны суда. Защите во всех ходатайствах отказано. Все во всем отказано. Сегодня сейчас судья интересуется, ваш второй свидетель едет в Анапу или нет? Там 370 километров. Пашаев говорит, он спрятан в надежном месте. Пашаев говорит, что нужно время, мы просили до понедельника, чтобы свидетель доехал. Судья, вы видите, что творится? В 12.30 началось заседание, в 9 вчера, там, в 10 часов закончилось вечера. Им же надо поспать, поесть, там, поработать, линию защиты выстроить. Сегодня в 10 утра снова суд. То есть каждый день, каждый день. Это слова Пашаева вчера. Я просто вчера уже не успел включить, кто не видел, может быть, прямой эфир, его заявление. Я сегодня обязательно это сделаю, мы посмотрим. Пусть они вчерашние, но они очень важные. Поэтому, конечно, здесь вот эти заявления Ефремова, я считаю, крайне важными. Крайне важными для общественности. Пишите, ребята, ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому нравится. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.